Здарова всем! В этом видео мы выясним, на что влияет жесткий диск в играх. Есть ли смысл использовать SSD на материнских платах, которые работают только с SATA 2? Также сравним старый медленный жесткий диск и бюджетный SSD в играх. Ведь многие до сих пор используют старые материнские платы, которые не поддерживают SATA 3. Кстати, это можно посмотреть на сайте производителя вашей материнской платы. Полное название вашей материнской платы можно узнать в AIDA64, в разделе «Системная плата», или же прочитав надпись на самой материнской плате. Думаю, с этим все понятно. Знаете, мне всегда было интересно, почему производители жестких дисков дают им такие длинные названия. Как твое имя? Мое имя? Да, твое имя. Мое имя? Чего? Повтори. Я просил называть только твое имя. Ну я и назвал свое имя. Ну да ладно, перейдем к тестам. И сразу скажу, что все увиденное далее является лишь моим мнением. И если я в чем-то ошибся, то исправьте меня в комментариях. Ну а перед тем, как мы перейдем к тестам, можете поставить лайк. И я, как всегда, скажу, что ссылки на мой инстаграм-аккаунт и группу в телеграме вы найдете в шапке канала. Ну а я перехожу к тестам. Вот характеристики моего ПК. Начнем мы с результатов CrystalDiskMark, а потом перейдем к играм. Итак, на SATA 3 данные SSD от ADATA показывают вот такие вот результаты. На SATA 2 мы получаем следующие результаты. Отсюда можно сделать вывод, что покупка SSD для SATA 2 имеет смысл. Естественно, если вы установите Windows на SSD, то даже на SATA 2 она будет работать намного быстрее. Поэтому смысл покупки SSD определенно есть. Но покупать дорогие SSD диски особого смысла нет, так как пропускная способность шины SATA 2 всего 300 Мбит в секунду. Правда, в реальности она еще ниже. Думаю, с этим все понятно. Теперь давайте посмотрим, как у нас обстоят дела в играх. В Far Cry 5 время загрузки с SSD диска составило 57 секунд, а с HDD 1 минуту 30. В самой игре результат довольно интересный. FPS, ровно так же, как и статистика 1 и 0.1% low, на жестком диске выше. Из-за того, что он не успевает прогружать объекты вовремя. И если мы посмотрим на активное время использования диска, то увидим, что он нагружен на 80-95% почти всегда. В то время как SSD почти не нагружается и большую часть времени отдыхает, так как он уже успел прогрузить всю карту заранее. Тут я должен кое-что объяснить. Здесь указана скорость чтения, а здесь указана скорость записи. Во время проведения теста игры, запущенной на SSD, видео я записывал на HDD. И наоборот, когда игра запущена на жестком диске, запись велась на SSD-шнике. Делал я так для того, чтобы запись не влияла на результаты теста. Тестировался Far Cry 5 с вот такими настройками графики. Теперь перейдем к Need for Speed Payback. Тут разницы во времени загрузки почти нет. У SSD она составляет минуту 40 секунд, а у жесткого диска минуту 47. Но в игре ситуация похожая на Far Cry 5. За исключением того, что она более активно использует SSD, чем Far Cry 5. Разницы в FPS я не заметил. Игра тестировалась с вот такими вот настройками графики. Когда я запустил Assassin's Creed Origins, мой HDD такой. У тебя с головой что ли плохо? Но об этом чуть позже. Assassin's Creed с SSD-шника запустился за 1 минуту 12 секунд. Время запуска с жесткого диска составило 1 минуту 41 секунду. Но Assassin's Creed меня удивил. Я специально выбрал локацию Александрия для тестов. Потому что это довольно сложная локация для моего ПК. Вот что получилось. Обратите внимание на загрузку HDD. Что интересно, FPS практически не отличается. Но статистика 1 и 0.1% лоу получше у системы с SSD. Но вот график фреймтайма у HDD выглядит более плавно. Что на мой взгляд странно. Ну что за бред. Также ради интереса я проверил время запуска Far Cry 3. С SSD он запустился за 34 секунды, а с жесткого диска за 48. Далее я решил провести небольшой тест, чтобы понять в какие именно моменты игры грузят жесткий диск сильнее всего. Для этого я буду использовать NetForce Speed Payback и HV-Info. Итак, самая большая нагрузка была во время загрузки локации. Тот жесткий диск, точнее SSD-шник, был нагружен на 100%. Далее во время начала гонки. На протяжении самой гонки нагрузка на SSD была от 0 до 8%. Далее во время быстрого перемещения. И также видно, что при въезде в туннель игра начинает использовать SSD-шник для прогрузки следующей части карты. Теперь, давайте подводить итоги. Смысл покупки SSD для материнских плат, которые поддерживают только SATA 2 разъемы, есть. В играх это проявляется более быстрым запуском и загрузкой локаций. Но на FPS практически никак не влияет. Вот лучшие комментарии. На этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.